Совсем недавно в Ярославле прошел шестой туристический фон «Визит Раша», в рамках которого проводился фестиваль-конкурс «Туристический сувенир». И сегодня у нас в гостях народный мастер Ярославской области Людмила Красникова. Здравствуйте, Людмила. Доброе утро. Очень приятно, что ярославцы занимают призовые места, участвуют в таких конкурсах. Вы сегодня нам принесли несколько тех поделок, да, можно их так называть? Которые получили призы, давайте про них поговорим. Наше творческое объединение «Ремесленников Слобода» принимает участие второй раз в туристическом сувенире. В том году мы тоже были призерами, и мы очень-очень тщательно готовились весь год. Ну и, соответственно, наши награды этому подтверждены. Подтверждение. Вот три диплома целых. Третье место, второе место и первое место. В номинации «Сувенир региона» и «Сувенир игрушка» взяли наши ярославцы. Да, номинаций было очень много. Финал у нас вышел в шести номинациях. Восемь сувениров. Жесткий был финал. Очень много было конкуренции. И, как нам сказали члены жюри, эти дипломы, хоть их и меньше, чем в том году, но они в три раза ценнее. В чем суть хорошего сувенира, который пользуется популярностью? На каждой территории должен быть свой сувенир. Не то, что приезжаешь, и везде там эти колокольчики, только сразу магнитики. Должно быть отражение именно той территории, которая есть. Поэтому мы, мастера народных промыслов, вносим вот эту частичку, потому что связана наша территория с определенными ремеслами и традициями, которые мы можем показать, то, чего нет в других областях. Чтобы человек, приехав в Ярославль, обязательно пожалел, как вот говорит учредитель этого конкурса, Геннадий Васильевич Шаталов, чтобы я, уехав из того же Ярославля, жалел, если я не купил какой-то сувенир. А чем славится? Да, в Ярославской области. Ну, медведи у нас, это понятно. Да, у нас есть образ медведя. У нас был очень сильно развит кожеверный промысел. Если мы возьмем сувенир-игрушку, сову Агриппину, она заняла вот у нас второе место. Второе место, кстати, да. Она сделана из кожи. Соответственно, мы все традиции, тут используется фурнитура, различные приемы обработки кожи. Вот это Саше. Агриппина само за себя название говорит. Там травочки собраны, которые являются профилактикой лорезы и гриппа. А произрастают они только на территории Ярославской области? Если честно, то нет. Да, мы исследуем. Ну, в Ярославль же тоже привозили и в старину различные другие приправы, и специи. Вот поэтому здесь используется нет. Растет везде, но такой сувенир есть только у нас. Вот, друзья, в том дело. Сават Агриппина. И он пахнет. Да. Все, мы не заболеем теперь гриппом. Грипп отступает. Вот. Этот сувенир универсальный. Здесь есть петелька. Его можно повесить, как кулон на шею. Можно повесить в машину, вот как Саше. Вот, можно к ключам, к сумкам. То есть, очень-очень большое-большое применение. Первое место в номинации сувенир региона. Да, вот первое место тоже покажу. Очень интересное. Магнитные закладки «Сказочные герои Ярославского края». Я не знал, что у нас много героев. Да, да. Косеем Козловским было проведено исследование и составлена сказочная карта России. Выходит, что в Ярославской области находится в Переславле-Залесском это 39-е царство. Начинается, да. И больше всех, и больше всех в нашей области живет сказочных героев. Их семь. А кто же это? Курочка Ряба, село Ермакова, Рыбинского района. Здесь все подписано. А, вот, да. То есть, вот такие вот... Вообще, про формат, про сан. Да, вот у нас курочка Ряба. Это вот такая закладочка, которую можно в книгу, правильно, вставлять. И, собственно говоря, она будет за счет того, что с двух сторон магнитится, она будет держаться. И он остается всегда перед глазами. И все видят... Напоминает, да, ученику, что... И где, что и кто, и как. Он где-то побывал. Ну, вообще, я хочу сказать, что, оказывается, в Ярославской области проживают ключевые герои народных сказок. Мышка-нарушка, Баба-Яга, Дети, берегитесь. Топтыгин дом Михаила Потапыч, там в Пашихоне живет. Да, просто здесь у нас сзади подписано, мы поэтому вам рассказывали. Водяной проживают также в Пашихоне, далее... В Ростове-Великом Алеша Попович живет. Как вы уже сказали, есть Тридевятые царства в Переславле-Залевске. Переславле-Залевске, Тридевятые царства. В Ростове-Великом еще один герой, два даже героя, Емеля и Щука. И в поселке Ермаково, Рыбинского района, вот оттуда, собственно, курочка Ряба у нас. Вообще, для меня это большое открытие. Можно по всем ездить и всех их там, в общем-то, искать. Правда, найдем мы где-то вот этих героев? Да, везде созданы музеи этих героев, есть места, где они есть. По сути, нас, ну, просили уже, что какой-то выход сувенирной продукции именно рассчитан на детей. Сами понимаете, туда везут младших детей, школьников везут, и они еще тоже хотят какой-то сувенир. Мы должны пропагандировать свою область. Есть же какие-то, ну, такие страны, которые только едут из-за того, что у них есть какой-то герой, как, например, там, Граф-Граф, да, какой-то страшный. Да, Карпатах, да. И вот туда только и едут ради этого. А у нас вон сколько героев, а мы зачастую про них и не знаем. Поэтому спасибо вам, что делаете. Если честно, пока мы этим не занялись, курочка Ряба и водяной, для нас это также было открытие. Так что исследуйте, друзья, Ярославскую, воспутешествуйте и обязательно с собой на память берите вот такие вот поделки наших ярославских мастеров. А у нас в гостях была народный мастер Ярославской области Людмила Красникова. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо.